Ответы на вопросы по поводу моего эссе. Первый вопрос от Натальи Резни. Вопрос из жюри. Можно ли разделить русских поэтов Израиля на поколения? Или волны эмиграции? Есть ли разница между такими группами в тематике, стиле и так далее? Конечно, можно. Спасибо за прекрасный вопрос. Вся история израильской русской литературы – это последний XX век и кусочек XXI. В начале XX века много народу знали русский язык, но, тем не менее, на повестке дня стоял иврит. А отдельные литераторы существовали, такие ребята, которые продолжали традиции пролетарской поэзии, только посвящали свои строки уже еврейской самообороне, миру или борьбе с арабами. Если я вспомню Анкори, Вейншап были такие имена, но как бы сейчас их не перечитывают эти имена. Но еще литературного процесса не было. Тогда было два-три сколько там человек, которые что-то писали. Прошли годы, и в 50-е и 60-е годы уже была небольшая кампания. Я об этом как раз случайно знаю, поскольку читала эссе Исраиля Малера о тогдашней израильской русской литературе. Вот он их описал и описал причины происходящего. Это безумно интересный эссей, я вас к нему отсылаю. Израиль Малер его звали. Замечательно был поэт, писатель и владелец книжного магазина. Так вот, он о них так прекрасно сказал. Они ничего не обещали русской литературе, они были глубоко безразличны. Они писали просто так, для себя, в классических традициях. Хотя с некоторой долей антисоветчины, не без этого. Без этого у нас вообще не обходилось достаточно долгое время. Вот, в классических формах невелик был круг этих интеллигентов. Это были люди не поэты по определению, а люди интеллигентных профессий. Врачи там, адвокаты. Вот, и как он сказал замечательно, они любили друг друга, и у них не было привычки в круг сойдясь, оплевывать друг друга. Такой был замечательный круг, но литераторы, они были достаточно, ну, скажем так, не самые яркие. Прошли годы, и, наконец, возникла волна Алии 70-х. И на этой волне в Израиле прибыли очень яркие литераторы. От Михаила Генделева, Владимира Тарасова, Майя Каганская, ещё, ещё, а ещё перед этим Анри Волохонский там появился, Анатолий Якобсон, я могу перечислять, хотя как бы компания была небольшая, но очень яркая. И эти люди, они были осознанные сионисты, и они при этом литераторы по убеждению, по убеждению, по природе своей. И они обживали новое эстетическое пространство. Они как бы выстраивали новую эстетическую реальность в своей новой израильской реальности. То есть там были искания, там было очень много формализма. Всё это было ярко и интересно, и они декларировали себя как израильских писателей, хотя они ещё ими не являются, они только начинали. И они не знали, что из этого получится. Генделев успел написать замечательное эссе, «Литературный пассианс русского Израиля», где он описывал тех, кого он числил израильскими литераторами, как у него были бубны, крести, пики и так далее. Израильские, русские, еврейские, и не от мира сего, или не здешние литераторы, которых может быть три, совсем немного, на самом деле один. Был такой Илья Бакштейн, для которого существовала единственная реальность литературная. Это абсолютно уникальный литератор, его сравнивать не с кем. В общем, неважно, какая страна у него была снаружи и за стеной. Вот, как бы, то есть 70-е годы, это в основном, Генделев, в общем, я о них, как бы, сказала буквально в трёх словах, что они занимались созданием новой эстетической реальности. Появились первые издания на русском языке, появился первый литературный клуб, Миша Генделев и Лариса Герштейт, по-моему, вели этот первый литературный клуб, они собирались, они не просто чай пили, они серьёзно занимались литературой, они о ней думали. При этом, конечно, сильнейшая доля антисовечной в этом всём была, поскольку продолжали выясняться отношения с прежней Родиной. Эти отношения были недовыяснены, все обиды приехали одновременно, и эти отношения надо было поставить твёрдые точки. Постепенно эти точки были поставлены, литература перестала быть делом протеста, началась становиться просто литературой. И приехало значительно больше народа в следующей волне, в Алии, в 90-м. Уже появилось огромное количество изданий, уже не один журнал Алиф, а несколько журналов. Сегодня я уже могу перечислить кучу журналов. И сегодня это уже развесистое, раскидистое, огромное дерево, а скорее даже сад. Сад такой литературный в Израиле, в котором никто не строится по ранжиру. И, в общем-то, стараются не оглядываться ни на какие метрополии, и даже друг на друга, а как бы в небо, в себя, на эту землю. Вообще есть куда посмотреть. Здесь очень сильна тенденция поиска себя, такого себя, ни на кого не похожего. Хотя достаточно большое количество литераторов пишут в тех формах, в каких они привыкли писать, и уже зачем куда-то идти, а меняются исключительно темы. И в этой теме 90% уже занимает израильская реальность. Если, скажем, 50-е, 60-е, все еще писали о России, очень много писали о России, и об еврейских местечках, сегодня скорее пишут о своей жизни в Израиле. Ну, вот так, как-то так, коротко. Вот следующий вопрос. Следующий вопрос от Александра Радашкевича. Среди перечисленных имен, отражающих некие грани единого целого русской поэзии Израиля, пропущено одно очень известное имя Елены Игнатова, чья поэзия – удивительный и неподражаемый мост между поэтикой чисто петербургской и иерусалимского несказанного света. Оттого ли это, что она не подпадает под перечисленные категории? Спасибо за вопрос, Александр. Оттого это, я так думаю, что вы должны были задать этот прекрасный вопрос и точно сформулировать Елену Игнатову, так как вы это сделали. Здесь неподражаемый мост между поэтикой чисто петербургской и иерусалимским несказанным светом. А вообще на четырех страницах моего эссе пропущено много именов. Елена Игнатова – имя уникальное, и поэт уникальный, конечно же. Но кроме нее есть еще удивительные поэты, неупомянутые мною просто за недостатком места. Есть люди, которые не вписываются ни в какой поворот их поэзии, не вписывается Владимир Самойлович, и его ни с кем обобщить совершенно невозможно. Не вписывается Ларина Дымова, которая ее поэзия, как стеклянные шарики, которыми жонглирует она, которыми строит какие-то свои кубик-рубик, какие-то игры воздушные совершенно. По-моему, совершенно не зависят эти стихи тоже от реальности, которая за окном. И хотелось бы написать когда-нибудь вторую часть этого эссе и поговорить про Владима Гройсмана. Это еще не очень известный поэт, но удивительный, философский, тонкий, певучий, ни на кого не похожий. Михаил Фельдман, есть такой поэт в Бершеве, пишет на ходу, у которого слово играет само с собой по дороге, успевая обыграть еще и реальность, в которой мы существуем, и выстреливает в тебя такой мощью метафор по пути, который выстраивается в единый путь. Михаила Фельдману надо целую главу отдельно писать. Есть такой один поэт в Бершеве, ни на кого не похожий. То есть на самом деле поэтов лучше бы не обобщать. Но иногда хочется пообобщать. И начинаешь, придумывают какие-то классификации. Вот у меня там Иерусалим. Кстати, Лена Игландова действительно очень иерусалимский, очень петербургский, очень иерусалимский поэт. И именно в Иерусалиме, на мой взгляд, сильна тенденция погрузиться и в историю, и в день сегодняшний. Сколько это возможно одновременно? Этот город побуждает тебя идти вглубь, оглядываясь вверх. И еще Григорий Трестман, и еще Елена Акселерот. И у меня тут остался с резюме непрочитанный из Юлии Драбкиной. У нас сравнительно, по-моему, недавно живет в Израиле. Вот Юлия Драбкина. Этим я закончу свой ответ на второй вопрос. Прислушайся, как бьется о карниз Мелодия, скрипично-дождевая, То капли божьих слез спадают вниз, Лишь на такую скрипку уповая. Старательно учу ее азы, И ей не в такт затягивая действия, Все льется, льется русский мой язык Сквозь призрачное сито иудейства. Дима поэт Юлия Драбкина. И спасибо им всем, что они живут и пишут. Я их могу читать. Все мы их можем читать. Третий вопрос. От Марины Гарбер. Интересный объемный обриз Русско-израильского поэтического ландшафта Марина подмечает как объединяющие черты, Так и то, что разнит поэтов. К концу эссе бегло высказана мысль О том, как внутренняя география Влияет на конечный поэтический продукт. На юге страны пишут иначе, чем в центре, например. С чем, по мнению автора, связаны эти различия? Спасибо. Спасибо за вопрос, Марина. Это действительно потрясающая вещь, О которой я часто размышляю, И об этом мне хочется и говорить, и писать. Да, влияет. И не только география, конечно, влияет. Во-первых, поэт, он настраивается. Он настраивается. Есть такие поэты, когда достаточно настраиваться с неба, Со-настраиваться с самим собой, Иногда достаточно близкого человека рядом, Семьи, собаки, кошки. И вот мы попадаем в эту страну, Это святая земля, которая требует внимания к себе, Которая требуется настраиваться с собой. Причем конкретно, если ты не любишь эту землю, Ты здесь не выживешь. Если ты любишь, она в тебе начинает звучать, Проступать, Давать тебе силы говорить, силы идти. В общем, вот так я это вижу. И очень все густо и насыщенно. Эта страна, на самом деле, очень разная. Может быть, я упрощаю. Может быть. Но мне кажется, что Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Бер-Шева, Это как разные квартиры бытия. Но на эту разницу поэт может реагировать по-всякому. Иерусалим. Белые камни, кипарисы, ливанский кедр, прозрачный воздух. Наоми Шемер когда-то о нем писала, В переводе, не помню чем, Воздух чист и прозрачен, как вино. Это просто дословный перевод. И древний старый город, сердце Иерусалима, В котором история просто у тебя под ногами, Вокруг, это не может все на тебя не действовать. И хотя вся страна достаточно домашняя, Самый серьезный город, Самый даже в чем-то жесткий город, Иерусалим. Я бы сравнила, Как суп из чечевицы, Который здесь продолжают варить, Кстати, прекрасно можно готовить суп, Оказывается, из чечевицы, Упомянутый в Библии. Или оливковое масло первого отжима. Очень настоящее. Очень самое первое. Это солянка сборная по-ирусалимски, Вот еще трамвай появился. Все это влияет, Все это влияет. В Иерусалиме все серьезно. Ты, конечно, можешь делать вид, Что ты тут выпендриваешься, Ты ходишь, ты шутишь, Выпиваешь с друзьями, Но одновременно у тебя постоянно идет Какой-то внутренний диалог, Внутренний разговор с этим городом, С самим собой. Так мне кажется, С вечностью, которую можно потрогать руками. Хочется плотность. Душа, изведавшая плен, Окаменев до самых пят, Одушевляет и бетон тем паче. Камни, а что они-то и парят, И светятся во тьму долин. Ты тоже, Иерусалим, Не плачь, но помни. Это из Игоря Бяльского. Что еще можно сказать после таких стихов? Кстати, театральный Иерусалим Тоже совершенно иной, Чем театральный Тель-Авив. Сколько я училась театрально, Я закончила театральную школу И сталкивалась с этим непосредственно. В Иерусалиме концептуальный театр, В Иерусалиме обязательно появляется Какая-то философская подоплека, Действие совершенно иное. В общем, здесь театр даже другой, Чем в Тель-Авиве. Это в ивритской публике, в ивритской среде, Не в русской. Ну и в русской тоже все иначе. А вот он, Большой Тель-Авив. Тель-Авив – это богема. Это улица Флорентин, Где гуляют, прохаживаются и пьют кофе художники, Поэты, скульпторы, просто окололитературные люди. Там больше ходят на концерты. Там полные залы, в отличие от Иерусалима. Там по ночам открытые кафе, ресторанчики, Особенно море. Там просто рядом море. И очень пестрая действительность. И все это как бы несерьезно. Все это как бы меняется изо дня в день. И при этом левантийская лень, Кофе с кардамоном, Шорты, все те же домашние тапочки. И креатив на стыке культур, как нельзя, более уместен, на мой взгляд. И реальность просто приглашает тебя искать новые формы жизни, мира, бытия, меняться. А хайфа, в которой нет такой сильной, такой мощной развлекательной индустрии. В которой не настолько на тебя давит история, вечность, не трогает тебя ни за руки, ни за твою жизнь, А ты просто живешь там. Я, кстати, просто год прожила в хайфе. Я в каждом из этих городов прожила и все это прочувствовала. И мне кажется, что в хайфе люди просто живут. И там удивительный аромат бахайский. И там можно почувствовать, вдохнуть больше цвет, вкус, запах, эти фрукты. Никто никуда не бежит. Вот по хайфе, почти как по Одессе, гуляют постепенно. Если я вспомню по поводу, хоть кусочек из Аси Гликсон. На теплой крыше прорастает трава, Нагретый воздух непрозрачен и рыжь, и легший перышко. Моя голова взлетает выше упомянутых крыш. Она разглядывает мир на просвет, Держа по ветру любознательный нос, И чится высмотреть. Несложный ответ, хоть на какой-нибудь банальный вопрос. Спасибо, друзья, спасибо за замечательные вопросы. Я вам желаю прекрасного фестиваля. Всего доброго.